Водоем Одесского парка Победы вернули спасенных прошлой зимой черепах и одного лебедя. Пополнили фауну, пруда сотрудники Горзелентреста и директора Одесского зоопарка Игорь Беляков. За возвращением черепах наблюдала наша съемочная группа. Они вернулись после зимней спячки. 35 черепах из парка Победы возвратились в пруд. В конце прошлого года их отдали в Одесский зоопарк, где они переживали холода. А сейчас вдоволь отоспавшись встречают апрель. В декабре одесситы заметили на поверхности воды несколько десятков черепах, не подающих признаков жизни. Горожане решили, что амфибии погибли. Как оказалось, черепахи просто впали в зимнюю спячку. Директор зоопарка предположил, что они могли всплыть из-за теплой погоды. Несмотря на то, что животные были в полном порядке, их забрали на зиму в Одесский питомник. По словам экспертов, в пруду могут жить более 70 черепах. Места в водоеме им хватает, но из-за того, что тут нет берега, только камни, потомство они вряд ли заводят. В парке Победы всего их два вида. Европейское болотно и красноухое, родом из Центральной Южной Америки. Если для наших спячка обычное дело, то для красноухой наоборот. Но спустя годы совместного обитания они приспособились друг к другу. Они раньше зимовали успешно. Если же будут какие-то вот такие вещи, которые... Ну, это видно сразу. Если для них это будет нести какие-то угрозы, тогда их лучше забрать. При тех условиях было видно, что они могут погибнуть в результате вот этих перепадов резких. Самое страшное для черепахи или для змеи зимой проснуться от того, что потеплело, а потом опять холодно. И они тогда погибают. Даже в природе бывают массовые гибели рептилий в результате таких аномалий. В пруду парка пищи для его обитателей более чем достаточно. Однако переизбыток корма может отразиться на качестве воды. Переезд черепах состоялся под взглядами прогуливающихся одесситов. Освободители животных по первоапрельски обрадовали местных пополнением водоема двумя крокозилами. Но вместо этого выпустили из клетки белого лебедя.